Радио-спектакль Действующие лица и исполнители. Вера, заслуженная артистка РСФСР Елена Королева, Шурка, артистка Людмила Тоон, Мария, артистка Наталья Назарова, Акулина Семенна, артистка Маргарита Докторова, Егоровна, артистка Ольга Якунина, автор, заслуженный артист РСФСР Владимир Корецкий. В эпизодах и массовых сценах заняты артисты московских театров. Поля раскинулись до самого горизонта. Зеленели прямоугольники озями, Чуть заметно парила зябь под горячими лучами солнца. Неровные гребни лесополос Снизу были подчеркнуты ярко-белыми линиями снега, Который здесь еще не растаял. Весна Сергей Воронцов стоял на высоком степном кургане. Впервые он, главный агроном, Увидел эту громаду земли, Своей земли. И впервые по-настоящему ощутил, Какую большую ответственность взял он на себя, Когда согласился хозяйничать здесь. А началось это так. Сергей Воронцов лежал на верхней полке вагона С закрытыми глазами. Соседи по купе затеяли разговор. Сергей невольно прислушался. О земле говорили. Земля, она матушка. Земля, она кормилица. Ну что ж теперь, молиться на нее. От молитв и человеку не легче. А землей подавно. Уважать ее надо. Любить. А ты молиться, молиться. Все шутчики. Ты вот хлеб, мясо, яблочки, виноград молотишь. А откуда все берется, тебе, наверное, и дела нет. Это как-то нету, как нету. Да я каждый год к вам свеклу полоть, кукурузу собирать еду. Вот так вот, дед. А я токарем работаю. У меня пятый разряд, если хочешь знать. А, я рабочего человека уважаю. Он к крестьянскому труду с почтением относится. Уважаешь с почтением? Мой мощный станок иногда стоит, а я у вас вкалываю. А что делать? Разбежались деревенские по городам столица. Да. А у земли хозяин должен быть один. Ух ты. Слушай, дед, а ты случайно не из бывших, а? Из бывших? Ну, нынешний. Про единого хозяина это я к тому, что один пашет, другой сеет, третий убирает. И каждый думает не о том, что вырастет, а какая у него получка будет. Я уж какой год на пенсии. А за землю и сейчас душой болей. Прав, старик. У земли должен быть хозяин. Земля у нас, как моря. Да, так Вера говорила. Не приглашала, а так только к слову адрес дала. Дома Сергея все казалось правильным. Все как надо. Сесть в поезд и поехать к Вере на эту самую землю, которая как моря. А теперь вот сомнения грызут и грызут. Главное, обратного хода нет. На какой-то станции телеграмму послал. Над текстом раздумывал долго. Все казался длинным и глупым. Так и послал в Зареченское. Господи, кого же это черти принесли в такую рань? Кто там? Телеграмма, тетя Акулин. Мотька, ты что ли? Ну, я, конечно. Ну, давай. Вы мне распишитесь в получении. Да, подожди. Сейчас. Разбужу кого-нибудь из своих принцесс. Сама-то я плохо вижу. Тетя Акулин, вы Верку разбудите. Это же ей телеграмма. Небось, про семена. Да уж прям. Да ты чего это? Чего это ты? Что в телеграмме-то? А вот нам знать не положено. Да так я тебе и поверила. Вер! Веруха! Иди распишись. Ой, что стряслось? Ой, Матрюшка, здравствуй. Здравствуй. Чего ты людям спать не даешь? Да это не я людям. А они мне по ночам покоя не дают. Цени. Верка, я тебе ее немедленно доставил. Спасибо. Ты прочитай, прочитай. Дремоту-то, как рукой снили. По работе, что ли? А? Что? Ну, говорю, по работе, что ли? А-а-а. Да-да, по работе. Что случилось, сестренки? Мам, что вы в такую рань переполошились? Ой, кто приходил? Мочка? Телеграмма! Кому, сестричке? От кого? Ну-ка, 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 погодите. А ну, дочь, читай, читай, читай. Вслух нам, зачитывай все. Пожалуйста, пожалуйста, прочитаю. Ну? Буду ждать автовокзал Георгиевска сутки. Если нужен, приезжай, Сергей. Так, это кто ж такой? Как интересно, едет, значит, не наш. Да что там интересного-то? Да не знаю я его совсем. Как? Ой, врет. Она мама все врет? Не знает, врет. Где ж ты, Вера, с этим ухарем познакомилась? Ухарь, ухарь. Ничего себе ухарь. Да из него слова не выдавишь. Мы на семинаре познакомились. Помнишь, в начале год была там, ну, на Волге. Ну? Ну, агроном он. Ну, ну, ну. Завар в грохимической лаборатории, что ли. Ну? Ну, из Саратовской области. Ну? Ну, 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 встречались, правда, каждый вечер на набережной. В кино раз три ходили. Ну? Я говорила, а он молчал. Я ему все про нашу землю. А если он в тебя до смерти влюбился, Верка, а? Ой. А может, он какой дом поджег или еще что натворил? И вот как-то следы заметали, да? Ой, как интересно. Да ну, вас как приехал, так пусть и обратно, Кать. И жених скороспелый. Да ты, ты подожди, подожди. Ведь человек будет ждать в Георгиевске на автовокзале в чужом городе. Да, давай, собирайся быстро. Собирайся, собирайся, давай. Путь дорогу. Давай, давай. Сергей стоял у неопрятного здания автовокзала, подпирая облезшую стену. Глаза его устало шарили по пустынной площади, щурились от слепящего света и норовили совсем закрыться, когда он увидел Веру. Ехали они всю дорогу от Георгиевска до Зареченки молча. Я за тобой не как за женихом приехал, а как за гостем, просто гостем, понимаешь, бросила Вера и отвернулась к окну. Сергей растерянно кивнул, соглашаясь. В Зареченке он было вежливо поблагодарил Веру, извинился за причиненные хлопоты и сказал, что к ней в дом он, конечно, не пойдет. Нет уж, теперь придется идти. Там ждут и будут ругать, если я вернусь без гостя. Пойдемте, пойдемте. За все надо расплачиваться сполна. Особенно за собственные глупости. Ну вот, входите, Сергей, знакомьтесь. Все обитатели нашего девичьего монастыря. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мама. Зовут Акулин Семеновна. Здравствуйте. Акулин Семеновна. Сергей. Ну вот сестры. Старшая Мария. Привет. Младшая Шурка. Здравствуйте. Как интересно. А вы что же, приехали забирать нашу сестричку или в Примакисо брали? Шурка, прекрати. Шурка. Поставь, Сергей, чемодан. Проходите. Проходите. Извините меня, как-то неудобно. Я, пожалуй, пойду, где-нибудь пока пристрою. Стойте, стойте, стойте. Стойте, стойте. Телеграмму давали? Давал. Давали. Теперь, знаете, какой разговор пойдет по нашему селу? К Верке Полторацкой жених приехал. Так вот, садитесь-ка. Садитесь-садитесь, жених. Садитесь и все рассказывайте. Кто вы такой? По какому вызову прибыли? Рассказывайте. Проходите, дорогой товарищ. Садитесь, рассказывайте. Начинаем допрос. Ты, тихо, тихо, ты, Верка, ты, Верка, и состава суда исключаешься. Исчезни. Я, как старшая сестра первая. Где жена с детишками? Не женат. Так. Вера вас приглашала? Нет. Странно. Подожди, Мария, теперь я. Пьете? Ну, по праздникам. Ну, ладно. Курите? Да. Ну, ладно, сестрички. Прекратите спектакль. Ну, что такое? Ну, тогда суд превращается в совещание. А чего совещаться? Ну, чего совещаться, раз уж так получилось. Оставайтесь. Ну, квартиран там пока поживете. А там видно будет, ты, Вера, как на это смотришь? Да мне-то что? Поживет. Ну, вот и хорошо. Вот и решили. Сейчас, Александра, проводи Сережу до рукомойника, пусть сейчас сполоснется с дороги. С удовольствием. Пошли, Сережа. Мария, на стол накрывай. А ты, ты, Вера, посиди пока. И кто, наверное, подумай, Вера, подумай, подумай. К Сергею приглядывались недолго. Скорее не приглядывались, а привыкали. В роду полторацких молчаливых не было. И молчаливый квартирант первое время смущал всех их той малостью слов, которую он расходовал за день. Воронцов искал работу. В ближайших двух колхозах он уже просился в бригадные агрономы. Какая-то женщина предлагала бригаду далеко на хуторе. Правда, не очень охотно. В свободное от поиска время Сергей возился во дворе почти всегда до самых сумерек. Устроиться бы на начало уборки. Не нынче завтра она в силу войдет. На такой бы землице поработать. Силушку приложить. Сережа! Сереж! Пора израсходованные калории пополнять. Придержи столбик, Шур, пока я присыплю. Это можно. Это мне ничего не стоит. Только ты побыстрее. Вот так, вот так. Есть хочу, как три тигрицы сразу. А мама таких перемешек настряпала. Я бы их каждый день по полсотни глотала. Ну все. Ну кончай возиться с этим забором. Я ведро и ковшик принесла. Снимай рубашку. Будем душем работать. Вот так. Давай. Ты не стесняйся. Мы же почти родственники. Сверуха не сладится у тебя, так еще две есть на выданье. Не надо, Шур. Да ну, а что? Можешь мне отдать руку и сердце? Чего съежился? Бойся хорошенько, руками шевели. Сережа. Ау. Ты кончай на харчах экономить. Думаешь, мы слепые не видим, что с тобой за столом делается. Мамка вся извелась. Думает, не нравится тебе, как она готовит. Ты хоть ее пожалей. Неудобно мне, Шура. Сколько можно жевать чужой хлеб? Надо устраиваться скорее. Ну, подожди. Подожди, немного подыщешь. Получите? Спасибо. Ну, ну. Ну, вот. Кажется, что-то наклевывается, Сергей, для тебя с работой. Что? Ну, вот у нас в районном управлении сельского хозяйства. А, бумажками заниматься? Ну, почему? Не только. Ну, в общем, завтра иди. Спросишь главного агронома сельхозуправления Томского. На первом этаже вход со двора. Спасибо, Вера. Ты знаешь, я с тобой поговорить хотел. Я все сказала. Ой. Я все сказала. Пошли, Сережа, в дом. А после ужина не уходи ты сразу в свою комнатушку. Ты английский знаешь? Знаю. Поможешь? Мне же к вступительным надо готовиться. Помогу. О бухгалтерских делах случаев не знаешь? Ну, немного. Во! Марии, помоги. Ты чего молчишь, Сереж? Беспокоишься, как завтра встретят? Ой, ну не волнуйся. Не волнуйся, Сережа. Все устроится. Устроится. Предложив Сергею работу в сельхозуправлении, Томский неторопливо разглядывал его и ждал ответа. Молчание затянулось. Сидеть за письменным столом. А земля? Нет, надо на дальние хутора. Ну, землепашец, как отнесешься к составлению отчетных документов? Как землепашец? Так, ответ вразумительный. Но ты же знал, куда идешь наниматься. В нашей конторе места в основном сидячие. Ну, я думал, что... Можно? А, конечно, Дмитрий Иванович, проходи. Проходи, садись. Здравствуй. Сейчас мы закончим разговор с этим молодым человеком. У тебя найдется немного времени-то? Ну, если ненадолго затянет. Да нет, Москва. Да. Так вот, скажи, пожалуйста, землепашец, что такое в твоем понимании севооборот? В моем понимании, хорошо, спланированный севооборот это закон. Такой же непреложный, как закон государственный. Ага. А не слишком ли смелое сравнение? Не слишком. В государстве хлебом питаются. Поясни. Нарушиться, воборот, легко, а восстановить трудно. Ну, а дальше? Что, разве не ясно? Ну, хорошо. Рассмотрим возможную для нашей конторы ситуацию. Сверху поступило указание расширить площадь подзерновой на столько-то процентов. Ну, что скажешь, землепашец, на это? Увеличу в пределах разумного. Без существенного нарушения принятых в данном хозяйстве севооборотов. Ну, ладно. Здесь все ясно. А какие удобрения считаешь самыми эффективными? Странная формулировка вопроса. Как можно говорить об этом без результатов анализа почвы? Вот так. Лошади кушают овес и сено. Про овес все знают, но находятся и такие, что мясо лошадке предлагают. Ишь ты, а ты, оказывается, злбастый. Подожди, Томский. Ты парень приезжий, что ли? Да. А что сюда привело? Личное дело. С жильем устроился? Да. Полевой практики сколько-нибудь имеешь? Немного. Два года бригадным агрономом и зав. агрохим. лаборатории почти полтора года. Ну, и где больше нравилось? В поле. А на землях Чапаевского колхоза не бывал? Смотрел вдоль большака. Ну, и что? Ну, урожай будет, но за это природе спасибо. Вот как? А что? Амброзия, сурепка, пшеницу давят. Углы полей не разделаны. Придорожье сорняками заросло. Сроки первой культивации на некоторых полях упущены. А потом на железнодорожной станции спрашивал, чьи удобрения валяются. Сторож сказал, что колхоза имени Чапаева и совхоза раздольный. Невысокая культура земледелия, считаю. Слышал, Дмитрий Иванович, молодой да ранний. Все уже видел, все знает. И всем недоволен. Зовут-то как тебя? Воронцов Сергей Петрович. Вот что, Воронцов, ко мне пойдешь? Я председатель колхоза имени Чапаева. Дмитрий Иванович, Дмитрий Иванович, это как-то неудобно. Товарищ ко мне пришел. Подожди, ну подожди ты, Томский. Так как, Воронцов? Пойдешь ко мне? Главным. Главным агрономом. Пойду. А я, знаешь, что подумал. Если сразу согласишься, придется играть отбой. В колхозе своих скоропалительных хватает. А ты, видно, взвешивал что-то, обдумывал. Это мне нравится. Коммунист? Да. Это хорошо. В случае чего и по партийной линии можно спросить. Значит так, завтра же на наряд придешь. Не опаздывай. Ровно в шесть. Подгонял крепление на штуке. Не было базового сцепления. Наряд Беловуз проводил без лишних разговоров. Четко и ясно ставил задачи каждому участнику совещания. Молодец, председатель. Как опытный режиссер. А эту женщину я уже знаю. Ну да, предлагала мне работу в далекой хуторской бригаде. А это интересно, что за человек. Все на меня поглядывает. Глаза хитрющие. На этом, товарищи, наряд закончен. Вопросы есть? Нет. Тогда предлагаю провести заседание правления. На повестке дня один вопрос. Зачисление на должность главного агронома товарища Воронцова Сергея Петровича. Встань, товарищ Воронцов, покажись народу. Это ничего. Расскажи коротко о себе. Мне 27, окончил институт. Работал агрономом полеводческой бригады под Балашовым. Заведовал районной агрохимлабораторией. Вот так. Вопросы к Воронцову есть? Есть. Женатый или нет? Холост. Еще вопросы? Приходилось ли вам работать? Хоть немного. Агроном крупного хозяйства? Нет. Какой стаж работы? Около четырех лет, если не считать армию. Ячмень от овса отличишь? Отличу. Еще вопросы есть? Только дельные давайте. Уважайте себя и время. Нет вопросов? Тогда прошу членов правления высказать мнение по предлагаемой мной кандидатуре. На должность главного агронома. Позвольте, Дмитрий Иванович, мне. Пожалуйста. Как экономисту колхоза, позвольте вам, товарищи, напомнить, что мы предприятие, которое живет только тем, что получает от земли. И еще, товарищи, позвольте напомнить, агроном, да еще главный, это фигура, от которой во многом зависит, какая копейка зазвенит в артельной кассе. Тут, если с плеча рубануть, можно и по собственному карману, ну как это культурно сказать-то, врезать. По карману это ни к чему. Вот и думай тут, а не дадим ли мы промашку и громадную, посадив на место главного агронома вот этого молодого человека, о котором он просто ничего не знает. Будь у него опыта побольше, без слова поднял бы за него руку, а так, извините, воздержусь. У тебя все? Все у тебя, Сидор Павлович? Ну, в общем, конечно. Все, что я считал нужным сказать, я сказал. Понятно. Кто еще желает поделиться своим мнением? Можно мне пару слов? Давай, Василий. Ну, все, что говорил Сидор Павлович, правильно. Есть риск. Все это так, если глядеть с одной стороны. А теперь глянем на другую сторону. Присмотримся к работе нашей Александры Степанны, которая сейчас у нас исполняет обязанности главного агронома. И что увидим, товарищи? Картина, прямо скажем, не дюжа отрадная. Нельзя сказать, что ренится женщина, только пустыми получаются ее старания. Тут мужика надо крепкого, чтоб кремень был мужик. Дмитрий Иванович, что же вы молчите? Я не перед пробирками сидела. С полей не вылезала. К ночи уже с ног валилась. Александр Степанович, Александр. Можно подумать, что мне, Белоусу, председателю колхоза, меньше, чем нашему товарищу экономисту известно, откуда в колхозную кассу текут доходы. Можно подумать, что я не могу квалифицированно судить о знаниях человека, просто поговорив с ним. А ведь я по образованию тоже агроном. Это вам всем хорошо известно. Надеюсь, вы мне доверяете? С Воронцовым я разговаривал и понял. Такого парня нам упускать нельзя. Нельзя. Дмитрий Иванович, дай-ка мне слово. Пожалуйста, Парторка. Дмитрий Иванович вчера вечером, как приехал из сельхозуправления, пришел ко мне посоветоваться. Я с ним согласился. Воронцов молодой специалист, это верно. Но, как я понял, дельный. Такой, какой нам нужен. Коммунист. Потребуется помочь, поможем. А тебе, Воронцов, мне хочется сказать, мудрости народу занимать не надо. Он цену каждому обязательно узнает и выводы свои сделает. Может быть, не всегда скажут люди, что о тебе подумают. Но, если не поверят, не будут уважать. За тобой не пойдут. Это надо помнить. А я поддерживаю кандидатуру Воронцова. Итак, товарищи, предлагаю утвердить Воронцова Сергея Петровича в должности главного агронома. Кто за это предложение? Прошу голосовать, товарищи. Время дорого. Давайте, давайте. Так, так, так. За? Против? Я против. Так, против. Два, воздержался один. Все ясно. Ну, а теперь за работу. Ну, новый, главный. Много ложится на твои плечи. Думай. Думай. Хорошо и быстро. По мозгу и над планом уборки. Он уже есть. Ну, может, еще что-нибудь путное придумаешь, а? Скидок на молодость и на отсутствие опыта от меня не жди. Понял, Дмитрий Иванович. Спасибо. Круто изменилась жизнь Сергея Воронцова. Новая должность. Высокая должность. Все теперь в его руках. А главное, земля. Паспорта полей, карты землеустройства, планы уборки. Дали машину. Благо, что водительские права у него есть. Сергей ездил целыми днями, объезжал поля, думал. В дом Полторацких возвращался затемно. Ох, что ты, Сережа, что все нет и нет, а? Задерживает. Ну, работа не в проворот. Да придет, не волнуйтесь. Что ты от него, Верка, все нос воротишь? Золотой же человек. Молчит и молчит. Ты больно разговорчивая, а? Ему, ему поддержка нужна, а ты? Да он какой-то тепла от него нет. А это потому, что печка в доме, а ты на улице. Она тепло хочет, а придвинуться, видеть ли, не желает. Александра! Так уведут, парни, мама. Сережка забор ладит, а тайка юбку расклешит и по двору. Александра, перестань. Девчонка, а как разговариваешь? Срам, чтобы я такого больше не слышала. Ну, не надо, мам, на Шурку кричать. Может, Сергей ей нравится. А что? И нравится, и никто не запретит. А, я не запрещаю тебе. Но говорить о том, что он мне не нужен, не стану. Вот как, на всякий случай придерживай. А, это ж не твое дело. Время все покажет. Ну и жди. Сестрички, еще не хватало вам ссориться. Мне, что ли, сережкой заняться? Значит, я и мне соперниться вам. А, у тебя тут только не хватало, Марья. Ой, девки. Ох, девки, в кого вы такие забубенные? Сережка пришел, а мы... Ой, добрый вечер. Добрый, добрый. Устал, Сережа? Есть немного. Ну, садись, поешь, садись. Да пыльный умытся бы. Марья, принеси парня в чистую рубашку. Нет, лучше я. Я сейчас. Ух, прыгкая. Спасибо, Шурочка. Ну, на. Ой, спасибо, спасибо. Куда у меня столько, Акулина Сережа? Ешь, 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 ешь. Спасибо. Усталый. Пройдет Сережа после ужина. А, я, я хотела предложить. Так как? Да-да, конечно. Так вот и хорошо. Ой, хорошо. Хорошо. Акация как пахнет. Сладко. Акация? Акация? А, да, акация. Ну, пошли обратно. Здесь дальше улицы нет. Тупик. Ну, и что ты намерен делать дальше? Как жить собираешься? Работать буду. Да я не об этом спрашиваю. Телеграмму прислал? Да. Вот скоро месяц, как ты приехал, и ни разу ни словом не обмолвился об этом. Или считаешь, раз приехала за тобой на автовокзал, значит, ответила на все вопросы? Считал. А известно ли тебе, уважаемый жених, что меня домашние насильно прогнали на вокзал? Всем почему-то стало жалко тебя. Значит, не хотела ехать, а для чего ж поехала? А я тебе тогда уже все объяснила. Повторить? Нет. Зачем же? А я так понимаю, квартирка на первый случай нужна была. Что? Ты что говоришь? А что, скажешь, не правда? Не правда? Мы пришли. Вот ваша калитка. Спокойной ночи. Ой. Ты куда, Сергей? Сергей! Вернись. А. Ладно. Где Сережа? Он больше не придет. Эх, это что ж ты такое сказала, что ему теперь нельзя в дом войти? Нашла что сказать. Дура. Собака на сене. Эх ты, Верка. Устроить бы тебе хорошую взбучку, чтобы не трепала языком, чего не следует. Какого человека обидела. Да что мне теперь, всех хороших собрать под эту крышу? Ну, Верка. Шура, ты куда? Сережа! 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 Сережа, пожалуйста, Сережа! Сережа! Это правда, что Верка сказала? О чем? Ну, что ты больше к нам не вернешься. Правда. Почему? Это не важно, есть причина. Как не важно? Ты ее не слушай, Сережа. Она у нас с детства с придурью. Честно. Мы все тебя любим. И мама, и Мария, и я. Не могу я вернуться. Пойдем, я тебя провожу. Пойдем, провожу. Разве так с девушкой разговаривают? Я Шура по-другому не умею. Ну, ладно. Так даже лучше. Это ты учти. Если от нас уйдешь, новое твое жилье найду и каждый день приходить буду. Мне всегда нравилось стирать, убирать. Мама даже удивляется, в кого я такая удалась. стирать, убирать. Эх ты, Шурка, Шурка. Ну, идем, идем. Провожу все-таки. Хорошо. А можно я тебя под руку возьму? Можно. Проводив Шурку до дома, Сергей неторопливо побрел по ночной улице. Куда спешить? Единственное место в Зареченке, к которому он теперь имел отношение, было правление колхоза. Пришел он туда около полуночи, нашел скамью, обмел на всякий случай ладонями и лег. Эх, Воронцов, Воронцов, смелости у тебя не хватает. Что-то ты не понимаешь, не ладится у тебя дружба с девушками. Стирать, убирать. Шурка. Смешная. Завтра на дальний хутор. Пораньше завтра. Смешная. Вещи принесет. Эй, главный агроном, ну-ка проснись, ну проснись же, ну. А, что? А, Дмитрий Иванович? А, что это ты тут на ночлег устроился, на скамейке? Выгнали? Да нет, сам ушел. Вот это не вовремя надумал. Кран водопроводный на хоз дворя умойся. И быстро в первую бригаду. Посмотри кукурузу и подсолнечник. Слушай, исполком 17 машин выделил. Подумай, как их распределить. Вечером доложишь, что надумал. Это не опека, но на первых порах, сам понимаешь. Понимаю. А вы, Дмитрий Иванович, скажите на наряде, что така в первой и третьей бригадах не готовы. Да, и еще. Медленно ремонтируют волокуши и плуги. Потом некогда будет. Лишь бы как ковырять не позволю. Смотри, ты силу набираешь, командуешь. Ну что ж, это хорошо. А ты, Сергей Петрович, в шесть вечера заскочи. Скажу, где ночевать будешь. Скорее всего, в колхозной гостинице. Дом приезжих находился на другой стороне улицы, прямо против правления. Ну, совсем ребята развеселились. Значит, не поработать, не почитать, не отдохнуть. Шура? Ну? Ну как? Шурка. Ну? Что же это? Ну что же ты молчишь, Сереж? Слушай, чистота. Все преобразилось. Ой, цветы. Ну, Шурка, слов не нахожу. И не надо. Ты ужинал? Нет. И это учтено. Вот тушеное мясо, жареная рыба, хлеб. Волшебница. Ты не думаешь, что я тебе каждый день буду такие пиры закатывать? Ну, надо же, когда-то отметить твое новоселье. Я эту стену облезу. Можно? Здравствуйте, Дмитриев. Проходите, пожалуйста. Здорово. Вы извините, что гостем незваным. Надеюсь, молодая хозяйка не прогонит. Вставайте. Проходите, Дмитрий Иванович. Спасибо. Проходите. Садитесь вот на эту тучку. Вот на эту. Спасибо. А как ты здесь оказалась, стрекоза? И почему хозяйку из себя строишь? Оказалось, я здесь обыкновенно. Мама послала Сергею жилье в порядок привести. Ничего я из себя не строю. Это вы сами меня хозяйкой обозвали. Но я не обижаюсь. Мне даже приятно. Вот как. Это для меня отрадная новость. А я, признаться, думал, что вы своего квартиранта вышибли. И совсем не вышибли. Это недоразумение. Ах, недоразумение. Ну то что, будем считать недоразумением. Зашел я. Тебя, главное, грамотно спросить. Почему ты сегодня тракториста? Того, что полгектара кукурузы загубил, не наказал. Да не полгектара, Дмитрий Иванович. Около двух соток. Краснел парень. Ты, во-первых, не Макаренко, а главный агроном крупного колхоза. А во-вторых, ты дисциплину мне не разваливай. Виноват, бей по карману. Да, мальчишка, ну несколько дней, как окончил курсы тракториста. Это не имеет значения. Все равно. Вот я его обдеру за эти сотки. Он у меня не отвертится к Голубоку. Дмитрий Иванович, а я ему сказал, что на первый случай ограничусь выговором. Ох, ты сказал, ты сказал. В общем, так давай. Административные функции оставь мне. Занимайся наукой, полевой практикой. Честно выполняй свои обязанности. Это все, что тебя требует. Да, но кроме обязанностей, Дмитрий Иванович, у меня должны быть и права. Да, что же главный агроном каждый раз будет бегать, жаловаться. Как мальчишка папе. А ты не вмешивайся. Не твоего ума делостый казах. Да Шура правильно говорит, Дмитрий Иванович. Правильно. Именно вот в такое смешное положение вы меня и ставите. Слушай, Сергей Петрович, а ведь я тебя турнуть из колхоза могу. Не надо меня пугать. На нервы не жалуюсь. Я вам еще раз повторяю, Дмитрий Иванович, кроме звания главного агронома, у меня должны быть и права главного агронома. Если вас это не устраивает, можете турять или как вам там. Ну ладно, 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 не заводись. Слушай, что это там за веселье? Я схожу, посмотрю. Иванович, а ну иди сюда. А ну иди сюда. Что это такое? Уйми ты своих постояльцев. Что за шум, когда людям отдыхать надо? Да сладость не меняет никакого, Дмитрий Иванович. Ну командировочные же. Командировочные? А для чего у тебя телефон? Вызовем милицию, пусть наведут порядок. День шел за днем, и каждый начинался для Сергея с упоительного утра. Вот и сегодня оно было удивительным. Дышалось легко. Воздух, наполненный ароматом дозревающей пшеницы, был прохладен и свеж. Воздух, наполненный ароматом дозревающей пшеницы, эх, выкинуть бы что-нибудь такое. Во! На абрикосину влезу. Чья это машина? По-моему, Михаил Семенович, это газик главного агронома. Что, где же хозяин? Покричать? Не надо кричать, я здесь. Главный агроном залез на абрикосовое дерево и лакомится. А Белоус уверял нас, что нашел человека серьезного, чуть ли не ученого. Вот и доверяя председательским характеристикам. Да, чудит Белоус, чудит председатель. У него всегда так. Сколько же вам лет, товарищ главный? Стыдно отвечать. Чего мне стыдиться? Тебе что, делать нечего? Может быть, следует напомнить, что уборка на носу. А вот нос здесь ни при чем. Вы, молодой человек, потрудитесь отвечать вежливо. Перед вами председатель райисполкома Михаил Семенович Самоха. Вот именно. Так ты собираешься отвечать на мои вопросы? Только на деловые. Прямо с дерева, мальчишка? Могу из земли. Ну, ладно. Сколько жаток выведено? 18. Работают? Исправны. Ячмень убрали? Сегодня закончим срезать на свал. Сколько комбайнов? В колхозе? Это мне отлично известно. В работе сколько? Один. Почему? Часа за три все подберет. Ну, этот единственный сейчас в действии? Нет. Раса через... Часа через полтора начнем. Так. Полевые станы в порядке? Да. А стаками как? Нормально. Значит, считаешь, агроном, что хозяйство к уборке готово и недостатков нет. Все в полнейшем ажуре. Так я тебя понял. Вы же о недостатках не спрашивали. А если спрошу? Ну, тогда скажу, что они есть. Например? Транспорта маловато. Пока хватает, а дальше трудно придется. Диспетчерскую службу не организовал, буду сам командовать, а опыта нет. Главным работать не приходилось. Ну, в общем, всего не перескажешь и незачем. Это почему же? Рай с полком не поможет. Сами разбираться будем. Сор из избы не желаешь выносить? О деле, думаю. А мусор это не по моей части. Ладно, ладно. Ты мне все-таки скажи, главный агроном, зачем на дерево полез? А абрикосы ведь и так при твоем росте доставать можно. Ну, это я не в смысле осуждения, просто из любопытства спрашиваю. Эх, хутро-то какое. Захотелось что-нибудь выкинуть. А ты мне, парень, начинаешь нравиться. Ну, поехали по бригадам. Покажешь свое хозяйство. Поехали. В один из вечеров, вернувшись в свое гостиничное жилье, Сергей обнаружил на столе подшивку районной газеты с закладками и записку, написанную четкими, почти печатными буквами. Карандашами и прочими писучими предметами по газете не елось. Дал Белоусу честное слово, что не испачкаю. Где нет закладок, искать нечего солдатов. Молодец, парторг. Обязательный. Что-то полезное выискал. Жаль, не дождался. Можно? Заходите, Илья Прокофьевич, заходите. А я пожалел, что вы меня не дождались. Да я решил вот вечерком заглянуть. Садитесь, Илья Прокофьевич. Сажусь. Спасибо вам за подшивку. Я не успел еще просмотреть, только пришел. Ничего. Я от тебя собрал тут еще кое-что. Ну, пока, правда, цельной картины нет, но будет тебе над чем подумать. Держи. Так, так. Тут и об аккордной оплате, и о мехотрядах, и о звеньях. Ну, а сейчас я с другим делом к тебе. Не устал? Нет, нет. Как думаешь, распорядиться уборочной техникой бог полей? Групповой метод. Так. Дело. Количественный состав групп. Ну, в зависимости от обстановки, как позволят транспортные средства. С жадками проще, сразу автомобили не нужны. Ну да. А вода, а горючие? Ну, в сравнении с перевозками зерна, это не зер. Ну, это ты прав. И вот еще что. При работе на свал и при подборе тоже, думаю, использовать групповой метод. Дело. Принимается. А теперь вот что. По опыту прошлого года могу рекомендовать одну штуку. Так-то? Это касается распределения автотранспорта. Машины при такой организации работы не простаивают и не теряется время на лишние естки от комбайна к комбайну. Угу. Дай-ка бумагу и карандаш. Сейчас. Вот, пожалуйста. Вот, смотри. Вот на это поле. Ты можешь затолкать хоть два десятка комбайна. Да. Но лучше на одну загонку больше двух-трех не пускай. Ну, то почему же? Сейчас все станет понятным. Смотри. Две головы склонились над столом. Пошел спор, разговор. А когда все было обговорено, глянули на часы, ахнули. К утру дело шло. Пришла пора, о которой много говорили. Которые давно готовились. Которую ждали, как всегда ждут результатов большой и нужной работы. Над дорогами пыль велась тяжелыми желтыми облаками. И сотни машин не давали ей сесть. У Сергея болела спина, ломила пальцы, вцепившиеся в рулевое колесо. Глаза резала от слепящего света и пыли. Районная газета призывала. В бой за урожай. Бой не бой, но что-то похожее на него. Во всем этом при желании можно было увидеть. Дорогу к победе более короткой может сделать командир. Сергей познавал эту истину. Где главный агроном? Воронцов нужен. Через пять минут буду на стане второго производственного. Что случилось? Председатель просил сегодня в шесть вечера провести наряд в его кабинете. Понял. Проведу. Почему не ладится на втором производственном? Несколько комбайнов подбросили, а не получается. Добродушный вроде весельчак, этот коломиец. Вроде опытный заведующий. Что-то, видно, не контачит с людьми. Может, еще что мешает. А, Сергей Петрович! Ругаться небось приехали. Ругаться, товарищ заведующий, ругаться. В чем дело, почему не ладятся у тебя? Да не спор, а работают. А где люди? Обедают. Пошли потолкуем с народом. Заодно и перекусим. Это вот комбайнеры с ближнего поля обедают, а на дальние участки не довозим. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Сергей Петрович. Здравствуйте, я вас. А грязь-то, а? Свинушники чище. Это точно. Кухарка попалась непутевая. Ей пару мужиков надо выделить, чтобы руки ей двигались. Что ж ты, Коломиец, заведующий участком, а заставить не можешь. Да, ее только тронь. Такой крик поднимет, чертям тошно будет. Пошли. К вам можно? Нету, 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 нету. Для своих только варила. Не надо, разрешите заглянуть. Нечете там делать, у пищеблоки посторонним не полагается. Я главный агроном колхоза. Агроном же, а меня сам председатель Дмитрий Иванович сюда назначил. И сказал, чтобы грязь разводили? Что сказал, то сказал. Пообедают, уберу. За каждым объедки подбирать, рук не хватит. Небарина и так пожрут. Ах, вот как. Ты мало того, что грязнули, еще и воровка. Домой мясо и масло переправляешь. А завтра, Толомийца, вот-вот, защищает ее, потому что она водку из-за реченки возит. Сами они выпивают, а все лучше идет им на стол. Да вы что, папа, папа, вы что? Вы что? Правда это все, правда, Сергей Петрович. Вон, сами они-то разожрались, а привары в бригаде не к черту. Правильно? Если так дальше будет, мы по домам пойдем. А на таку пускай парочка вкалывает. Застоялись, им как раз на поезду пойдет такая работенка. Так, товарищ Толомийца. А хочешь, чтобы спора у тебя вышла? Женщины, тихо! Товарищи, успокойтесь. Кто из вас может поработать поварихой, женщины? Марковна может. Где Марковна? У этой порядок будет, будет, и чистоту наведет, правильно, Марковна. Марковну давайте, папа, давайте. Так я сродно такой оравы не варила. Ничего, главное пропорцию соблюсти, правильно? Соля побольше, чем картошки в котел, не кидай, и все будет как надо. Коломеец, правда все то, о чем кричали женщины? Было. Разве от них чертовок спрячешься? Ой, жил бы по-честному, так и прятаться незачем. Ну, был же человек, а теперь гнать тебя надо, метлой поганый. Ладно, с этим мы разберемся. Вы, Марковна, принимаете кухню, А вас, товарищи женщины, очень попрошу помочь избавиться от грязи. Помогите сейчас, Марковна. Не знаю, что устали, но ведь надо же порядок навести. Помогите. Да ладно. Спасибо, товарищи. Пошли, товарищ коломеец. Спасибо. Эх, ты. Ну, неужели не понимаешь, что забота об условиях труда и жизни одна из важнейших наших задач? Эх, нет у меня права снять тебя с должности, Алексей Михайлович. И снять немедленно. Ну, и нет у меня права доверить тебе сейчас проведение уборочных работ. Растерял ты свой авторитет. Ну, что делать будем? Делай, что хочешь. Командир из меня теперь плохой. Кого можно вместо тебя временно назначить? Ну, так заместитель же есть у меня. Пусть он распоряжается. А справится? Толковый парень. Он сейчас у комбайнов на одиннадцатом поле. Ну, как же это ты, а? Черт ее знает. Может, со скуки на приключения потянуло. Разок зазвала, пошел. Получилось, вроде так и надо. Да что там говорить. Над степью небо сизое от жары. И ветра нет. Выдохся в этой несусветной духоте. Перегревшийся мотор загнанно храпит, но исправно катит колеса газика Сергея по тряскому грейдеру. Забот и проблем у него много. Там две сжатки аварийных обнаружил. Ремонтников еле нашел. Там отругал бригадира. Ловчил, стараясь придержать у себя два-три автомобиля. Закаменевшим от ярости лицом гнал свой газик на первый участок. Заведующий Скворцов не выполнил его распоряжение. Не прислал машины. Скворцов нашел на такву. И так гаркнул, что воробьи дочи поднялись над полевым станом. А лет сорок не крестившийся учетчик торопливо перекрестился и оглянулся воровато. Не заметил ли кто его по ромашке? Крика своего воронцов устыдился. Даже собрался извиниться перед Скворцовым. Но, увидев, как тот, вдруг, обретя невиданную прыть, помчался распоряжаться, перемолчал. Злой теперь уже сам на себя и голодный, сидел Сергей за чисто выскобленным столом на полевом стане. Комбайны. На это поле три, а не пять. А три. Жадки. Стоят. Шурка. Глаза зеленые. Сергей Петрович. Петрович, поешь. Эх, бедолага, заснул. Ну, поспи. Поспи. Эй, главный! Спишь, что ли? А, что? А, товарищ Самоха. Здравствуйте. Присел за стол, хотел пообедать и уснул. Привет, Воронцов. А, из сельхозуправления к нам. Здравствуйте, товарищ Томский. Может, распоряди все, чтобы и нас накормили. А то ноги вот-вот протянем. Голодные. Ага. Егоровна! О! Начальство приехало. Что там у тебя есть? Неси. Сейчас. Сейчас. Посуду вот только домой. Что ж, подождем. А пока расскажи, как у тебя дела тут? Обыкновенно, товарищ председатель райисполкома. В уборочную и обыкновенно? Такого не бывает. Бывает. Уборочная страда, Воронцов. Каждый год необыкновенная. Уборочная – это, если угодно, экзамен для полеводов и, естественно, для главного агронома. Читал, товарищ Томский, в газетах. Если читал, то очень невнимательно. Я сегодня побывал на ваших полях. На подборке волков комбайны работают мелкими группами. По два-три, не больше. А опыт передовых хозяйств говорит о том, что… Сделали, как надо, как нам выгодно. Позвольте мне, главному агроному сельхозуправления, в этом усомниться. Кстати, самоуспокойность к добру никого не приводила. Не один год я мотаюсь по полям. Всяких главных специалистов приходилось видеть. А вот такого сонного впервые вижу. В работе… Я сейчас не в работе, товарищ Томский. Печально. Главный специалист это… Сергей Петрович, борщом могу накормить. Больше ничего не осталось. Ну, хорошо. А может, нам поехать в Зареченку, Михаил Семенович? Ну, там мы пообедаем как следует. Ну, если брезговать, то, конечно, езжайте в Зареченку. Столовка там еще работает. Благодарил за совет, но… Ну, как, Михаил Семенович, едем, а? Поеду, не сейчас. Есть необходимость с главным агрономом еще побеседовать. Да, поговорить и побеседовать с ним не мешает. Молодой, а равнодушие столько, что просто дива дает. Это он-то равнодушный. Не видишь, что парень заморился, еле языком ворочает. Думаешь, если начальник, так свободно можешь наговаривать Всякую напрасильну. Говорю о том, что вижу. Когда же успел увидеть, как он работает? А я тебе, начальник, так скажу. Воронцов Сергей Петрович трудяга из трудяга. Егоровна, Егоровна, хватит. Ну, чего расшумелось? Ничего. Ничего, Сергей Петрович, пусть знают. Ты, мил человек, запомни это и не обижай. Не черни хорошего работника. Не молоденький, а такой городиш. А вам не кажется, что я могу обойтись без ваших моралей? Кому кажется, тот крестится, а я про Попов да церкви тебе думать забыла. Идем, идем. Это водитель нам знак подает. Надо ехать, Михаил Смирнов. Поезжай. Я потом доберусь. Ну, как хотите. Я пошел. Что ж, Егоровна, так неуважительно разговариваешь с человеком? Чтоб уважительно было, Михаил Семенович, надо уважать. Ты ешь, ешь. Да меня вот послушай. Молодой нам агроном достался, да башковитый. Вот что самое главное. Белоус на что мужик непоседливый? Всегда в борщную по полям, как угорелый носится. А нынче ведь нет его? А почему? А потому, что без него управляются. Вот какое интересное кино получается. Говорят, занялся, наконец, наш председатель строительством Дома культуры. Давно об этом мечтали. Что-то молчит твой башковитый. Все-таки нравится, небось, когда его охвалят. Спит. Вот и молчит. Намордовался за день. Да какой я за день. Не знаю, он последнюю неделю спал ли. А может, разбудим. Что ты, что ты? Часа через три сам подхватится. Сережа. Сереж. И снова усталость гнала в сон. И снова перед ним поплыли призрачные видения. Пыльный грейдер похож на гофрированную стиральную доску от сотен автомобильных колес. Ой, что это на дороге-то? Лисенок! Вот бы Шурке в подарок. Ну да, как же и злоишь. Только я его и видел. Давно не было полторацких. Заехать надо. Заодно и огурцы отвезти к Улине Семеновне. Что это ты, Шурка, все свои книги по-английскому забросила? Не хочу. Язык боюсь переломать, как тогда с людьми разговаривать стану. Ну, я теперь в институт иностранных языков ни к чему. Широкая спина туда дорожку заслонила. Беру. Добровольно отдала, теперь не злись. Обижаешься, да? Неа. Я на себя обижаюсь. Так что ты не переживай. Скоро я с вами прощаться буду. Вот, еще новости. Сейчас, что ли, придумала? А я заявление подала об уходе. Завтра расчеты получу. Распрощаюсь со своим сельхозуправлением. И в дальние края. Да как же так, доченька? Куда же ты? А вот, возьму карту. Ткну с закрытыми глазами в нее пальцы. Куда попаду, туда и поеду. Входи! Кто там? Здравствуйте. Ой, Сережа. Доброго тебе здоровичка, сынок. Наконец-то появился. Господи, сейчас чайком тебя напою. Не-не-не-не, спасибо, я на минутку. Огурцов вот вам привез. Выделили, куда они мне. А вы засолите немножко. Вот, спасибо тебе, сынок. Малосольный огурец в жару очень хороший. И еще я пришел сказать вам всем спасибо за приют, за ласку. Господи, да какие уж тут благодарности. Это тебе, сынок, спасибо. Двор-то наш не узнать. Все подправил, все при месте теперь. Вот только, ой, Верка болтанула, что-то такое. Плюнь, Сереженька. Плюнь на ее разговоры. Переходи ты обратно. Тем более я скоро уезжаю. Уезжаешь? Зачем? Куда? Эх, Воронцов, Воронцов. Плохо мне стало в Зареченке. Эх ты. Молчу, молчу. Молча, не скажу я тебе, не всегда золото. Надо же, разоткровенничалась. Ну, не обращай внимания. Помнишь, тогда на Волге я тебе говорила, что ужас, как хочется поездить по свету. Вот так она и повернулась. Ой, ну, Вера, Вера, Сережа, Вера, Сережа, ну, что же это такое, ебу? Пойду я, Акулина Семеновна. Еще раз спасибо. Да это тебе спасибо за огурцы. Уважил старуху. Сережа, Сережа, подожди. Подведи до центра, Сережа. Поехали. Сережа. Сережа. Чего притихла? Да так. Давно тебя не видел. Я-то к тебе почти каждый день забегаю. Комендант же говорит, что очень поздно возвращаешься и до рассвета уезжаешь. Ты вовсе не появляешься. Я знаю, что бываешь. А ты мне очень, очень нужен. Английский заел. Причем тут английский? Причем английский? Их ты, Серега, останови машину. Шура. Останови. Останови, тебе говорят. Шура. Шурка, подожди. Сергей шагнул к ней. Протянул руки. Брови девушки удивленно приподнялись. А в самой глубине темных зрачков сразу же заплескалась радость. Она ткнулась лицом в его грудь. Обеими руками вцепилась в рубашку, будто боясь, что кто-то вот сейчас вмешается и все испортит. Откуда-то пришли к Сергею слова. И в этих словах была и ласка, и любовь, и признательность неизвестно кому за то, что существует на свете такие девчата, как Шурка. Что еще? Что еще? Скажи, еще что-нибудь? Выходи за меня замуж сегодня же. Сейчас. Ну, что ты так на меня смотришь? Не хочешь быть моей женой? Что ты? Что ты, Сереж? Только не так вдруг. Ладно? Ко мне придут от тебя сваты, да? У нас будет свадьба, да? Сереж, да? Будет, Шурка. Будет. Субтитры создавал DimaTorzok Надвигалась осень. Уборка закончилась, а у Сергея дел не убавилось. Новые заботы. Постоянные думы о земле, о планах на следующий год, о севооборотах, о спорах с главным агрономом сельхозуправления Томским, который по старинке пытался навязывать свои рекомендации, а они, как считал Сергей, негодились их колхозу, об организации труда. Михаилюта. Молодец, Михаилюта. Бузатер, Болтун. О механизированных звеньях серьезно думает. Первый со мной заговорил об этом. Да и Деркач тоже. Надо заехать к ним сейчас поговорить. То перекочуют со своими комбайнами на уборку в Оренбуржье. Долго их не увижу. О, Петрович, заходи, заходи. Здравствуйте, Сергей Петрович. Послушай, как тут Витя Деркач тралит. На штучки от Сергея Петровича не садитесь, не по вашей фигуре мебель. А я вот сюда, на лавку саду. Приехал вас поблагодарить за хорошую работу, товарищ. Спасибо. Вам спасибо. Вам известно, кто дома остается, а кому в Оренбургскую область ехать? Да, известно, Сергей Петрович. Ждем парторга, из райкома должны приехать. Собрание проведут, премии будут. Ну, хорошо. Вы извините, я вас перебил, вы о чем-то здесь шумно спорили. Да, это Деркач все травит. Да что? Ты, нахорошо, не смейся. Да я не смеюсь. Я вот про что хочу сказать. Вы послушайте, Сергей Петрович. На молот надо считать не общий, а за рабочий не каждого. Вот только так можно настоящего мастера увидеть. И может поучиться у него. Да это ты правильный, Деркач. Я вот еще о чем все время думаю, Сергей Петрович. В земледелии нельзя организовывать поточное производство. Неправильно это. Одни пашут, другие сеют, третьи молотят. Все эти операции, взятые в отдельности, они не дают представления о нашем труде. То есть судить надо по урожаю. По урожаю и соревноваться. Как вы считаете, Сергей Петрович? Я так же считаю. Я думаю, работа хлебороба особенная, что ли. Ее часто загоняют в определенный график. Не под погоду, не под состояние почвы, а под календарные сроки подгоняют. Сводка у нас стала главным критерием в оценке работы. Сколько посеял? А сеять ты еще рано, почва не погрел. Сколько в волки уложил? А зерно-то еще щупает. Ну правильно. Об этом и речь. Правильно. В нашем деле дождик и солнце пока еще слишком важные факторы. Так вот, в прямой зависимости от них и должны находиться ритм нашей работы и рекомендации, которые нам дают. А чтобы мы как следует думали и руками работали, нас надо заинтересовать в результатах труда. Согласен с вами, товарищи. Полностью согласен. Труд и производительность должны измеряться только продукцией. Вот поэтому, на мой взгляд, нужно обязательно организовывать механизированные звенья. Как вы на это смотрите? Да Сергей Петрович, мы механизаторы давно уже эту проблему обсуждали. Только сначала, на мой взгляд, надо организовывать на добровольных началах. На первых порах, по-моему, это обязательно. Ты прав, Михаилюта, абсолютно прав. А потом, когда образуется крепкий костяк из механизаторов, можно и подкинуть кого-нибудь на перевоспитание. Вот это интересно. Земли-то пахотные, у нас 25 тысяч. Есть где развернуться. Надо, конечно, чтобы люди в отрядах спаялись, чтобы добровольный уход был редкостью. В общем, об этом и надо нам думать. И, наконец, пришла зима. Как всегда на Ставрополье капризная, безалаберная. То дождик сорвется, а то снег повалит, укроет толстым белым пологом всю землю. А зима и хлеба под этим пологом, как под теплым одеялом. А вот если так... А нет, не получается с тракторами. Не хватает гусеничных. А куда девать колесные? Так, я смотрю в выходной, вечером в правлении свет. Думал сторожу хвоста накрутить. Ну, над чем голову ломаешь? Да земли много. Думаю, как лучше по-хозяйски распорядиться на ней. Ишь ты! Ну и что путного надумал? Может, расскажешь? Расскажу. Но длинный разговор получится. Если времени нет, лучше отложить до другого раза. Ничего, я не тороплюсь. Ну-ка, подвинься. Подвинься. Ну-ка, валяй. Выкладывай свои соображения. Постараюсь. Вы знаете, ехал я в Зареченку и в вагоне поезда слышал разговор старика-колхозника с молодым рабочим. Ну, старик о земле говорил, о том, что ее уважать, любить надо. Парень старика подзуживал. А дед по-настоящему тревожился по поводу того, что земля не имеет хозяина. Один пашет, другой сеет, третий урожай собирает. И всех интересует только количество гектаров. Лишь бы быстрее да больше. Так, понятно. И ты решил механизированные звенья, безнарядный метод их работы. А разве это плохо? А ты меня поведи и покажи. Вот работают звенья. Вот чего они добились. Вот какой доход они принесли колхозу. А я рисковать не намерен и тебе не позволю. Но в новом всегда есть элемент неизвестности, какого-то риска. А вы рассуждаете, пусть рискует кто угодно, только не едет. Вот именно. Впрочем, можно и рискнуть. Но ты мне докажи необходимость этого обоснованными экономическими выкладками. Постараюсь, вот додумаю все до конца и докажу. Ну и докажи. 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 Ну а что еще у тебя? Еще беспокоит меня то, что мои распоряжения не всегда вовремя выполняются. Наказывать надо. Да я не об этом. Я отдаю их через заведующего производственным участком. И не уверен, что будет выполнено в срок именно так, как нужно. И не потому, что заведующий разгильдяй нехороший человек. Просто у него всяких хлопот очень много. Вот возьмем для примера второй участок. Пять с лишним тысяч гектаров пахотной земли, крупная молочно-товарная ферма, птицефабрика, комбикормовый завод. Ну, разве можно за всем этим хозяйством как следует приглядеть, проконтролировать выполнение работы? Ну, 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 что ты предлагаешь? Вот мне недавно Порторг принес журнальчик. А там статья о научно-исследовательском институте сельскохозяйственного труда. Ну, 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 и? Ну, написал туда. И расписал. Как мы плохо работаем? А они теперь... Нет. Мне хотелось только узнать, чем этот институт занимается. Оказалось как раз тем, что нас интересует. Они берутся нам помочь проанализировать работу всех участков нашего хозяйства и дать рекомендацию по наиболее рациональной организации труда. Но для этого надо заключить договор, перечислить им деньги. А где этих денег набраться? Дело-то очень важное. Ладно. Тут прямым ты оказался, Воронцов. Езжай! Заключай! Только сейчас, зимой. Сергей Петрович, а ты когда жениться собираешься? А что? Что-что? Шурка девушка хорошая. Прозеваешь? А? Эх, Сергей Петрович, а если по-серьезному, так для колхоза это тоже вопрос экономики. Крепче на месте сидеть будешь. А квартиру мы тебе выделим, выделим. Ты только... Ну ладно, 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 ладно. Не хмурься. Полез я не в ту область, да? Да нет, не хмурься я, Дмитрий Иванович. Будет свадьба. Будет у нас с Шуркой свадьба. Скоро. Поля раскинулись до самого горизонта. Зеленели прямоугольники озями, чуть заметно парила зябь под горячими лучами солнца. Неровные гребни лесополос снизу были подчеркнуты ярко-белыми линиями снега, который здесь еще не растаял. Весна. Сергей Воронцов стоял на высоком степном кургане. Впервые он, главный агроном, увидел эту громаду земли. Своей земли. И впервые по-настоящему ощутил, какую большую ответственность взял он на себя, когда согласился хозяйничать здесь. Вы слушали радиоспектакль «Первое лето агронома Воронцова» по роману Владимира Дятлова «Чистая сила». Инсценировка Нелли Филипповой, режиссер, заслуженный работник культуры РСФСР Мария Попова. Действующие лица и исполнители. Сергей Воронцов, главный агроном, заслуженный артист РСФСР Юрий Васильев. Белоус, председатель колхоза, народный артист РСФСР Михаил Львов. Солдатов, порторг колхоза, артист Владимир Шурупов. Самоха, председатель райисполкома, артист Владимир Гордеев. Томской, главный агроном сельхозуправления, заслуженный артист РСФСР Михаил Погоржельский. Вера, заслуженная артистка РСФСР Елена Королева. Шурка, артистка Людмила Тоум. Мария, артистка Наталья Назарова. Акулина Семенна, артистка Маргарита Докторова. Егоровна, артистка Ольга Якунина. Автор, заслуженный артист РСФСР Владимир Корецкий. В эпизодах и массовых сценах были заняты артисты московских театров. Радиоспектакль «Первое лето» агронома Воронцова подготовлен к главной редакции литературно-драматического вещания в 1982 году. Напоминаем наш адрес. 113-326, Москва, радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова